Очень рада вас тут приветствовать. Это наш самый ожидаемый паблик-ток, арт-баттл в рамках партнерства с журналом «Инстайл», который у нас продлится целый год. И мы очень рады здесь приветствовать наших звезд, художников, наших боксеров. Слева направо, Андрей Кузькин. Ну, он сам про себя всему скажет, что он не только. И Фёдор Павлов Андреевич. Перформанс сегодня, как он изменился? Каждый занимается ему фактически уже 15, да? Почти 10 лет. И что для вас это сегодня? Понимаюсь, да много чего изменилось. В тот момент, когда в 2006, 2007 или 2008 году всё это как-то началось, например, не было «Пуси райот». Не было и Павленского, и не было, как бы, эта сцена была вообще пуста. Вот. То есть Мустафин, Денис Мустафин, такой тоже художник, который приходил и спрашивал у меня тогда о том, что ты можешь сказать о московском акционизме или русском акционизме. Как бы, я ничего не мог сказать. Я сказал, что Кулик, как бы, постарел и больше ничего не делает. Бреннер занял свою, как бы, супер негативную позицию и уехал. Вот. Ну и всё, ничего не происходит. Вот. Ну вот Лиза Морозова, которая здесь в зале присутствует, вот она чего-то продолжала свою деятельность, но весьма скромно. А что в мире происходит? В мире перформансом, насколько я понимаю, это очень широкое понятие. И modern dance, да, это тоже перформанс. Но для меня, как бы, и для, не знаю, моего круга это совершенно разные вещи. Вот. И поэтому мне даже и не нравилось в таком смысле слово перформанс. И акции тоже не совсем. Вот. И я говорил, что, ну, как бы, мне ближе то, чем занимается Монастырский до сих пор, чем то, чем занимается Абрамович сейчас. В спектакле пришла Кристина Штинга, и я понял, что это дверь моя. Вот. И дальше я сделал первый перформанс, его увидел какой-то куратор, позвал меня, я сделал второй, а уже на третий пришел обрез, случайно совершенно открылась дверь, зашел он, увидел мою работу и позвал меня участвовать в выставке, Марина Абрамовича представляет. И я вообще не сделал ни одного перформанса в России, я все делал где-то за границей. И через год открылась моя первая выставка в галерее в Лондоне, Paradise Road. И это все пошло само, вообще без моего участия. Я не бился грудью, я не нарывался на какие-то истории. Я просто сам, ну, делал то, куда меня вело. И делал то, к чему меня вело. Вот. И уже через три года как-то это все произошло, и я понял, что я на пути. И как бы, конечно, в начале, когда ты только начинаешь, тебе нужно очень многое сказать. И первый мой перформанс выглядел примерно так. Значит, комнату в галерее нужно было застелить черным линолеумом, на нем нужно было каждый из пяти дней перформанса писать белым мелом, предсмертные записки людей, которые ушли из жизни по своей воле. Первый день был посвящен тому, как можно застрелиться, второй повеситься, третий там утопиться и так далее, порезать вены. Вот. И каждый день я сидел круглые сутки все эти пять дней на полу в галерее, голый, и смотрел в глаза своему изваянию, которое мы вместе с моим другом, скульптором Эдом Форниеллисом, слепили из корма для крыс. И пять крыс серых все пять дней ели мое изображение, залезая мне в глаза, в нос, и поедали, и к концу не осталось от этой скульптуры практически ничего. Я смотрел себе в глаза и все время произносил то, что я думаю в этот момент. Почему художник все время должен раздеваться от тела? Вот почему вы все время раздеваетесь? Раздеваться совершенно не обязательно. Раздеваться нужно когда, когда это нужно. Хорошо. А когда это нужно? Когда это дополняет, или у тебя есть образ некий, у тебя есть некое высказывание. В этом моменте ты должен быть голым, потому что ты говоришь как бы от лица некого абстрактного человека. Любая одежда, любой стиль будет отвлекаться от этого. И ты говоришь о каких-то первозданных вещах, и тогда ты должен быть голым. Если ты говоришь, если это другой контекст, другой образ, другая работа, то это совершенно не обязательно. У тебя какое мнение? Я на самом деле, это миф. Ну, если посчитать, только 40% или даже 30% моих работ содержит обнаженное тело. Обнаженное тело для перформанса это смытый смысл. Это нулевая точка отсчета. Это то, с чего все начинается. Обнаженное тело перформанса это не тело эротики. Для перформанса голое тело это то же самое, что голое тело для вряда крещения. Или то же самое, вы же не будете показывать себя врачу одетым. Вы показываете себя врачу. Врач это ваш зритель. То же самое голое тело морга, где не может человек лежать в одежде. Нужно видеть, какой он голый, чтобы понять, от чего он умер, чтобы вскрыть его. То же самое, голое тело в очереди в газовую камеру в лагере Аушвиц. Это то же самое, голое тело. Это голое тело, после которого нет ничего или с которого все начинается. Поэтому, когда мне говорят, что голое тело это гаскипиционизм, да, безусловно, у меня есть такие наклонности, мне нравится, чтобы люди меня видели голым, но это за пределами моей работы. В моей работе мое голое тело не имеет никакого отношения к моим сексуальным предпочтениям. И это очень важно понимать. Когда ты раздеваешься в перформансе, это значит, что любые трусы, которые были бы на тебе надеты, или любой халат, или любой мундир, или что бы то ни было еще, собьют с толку зрителя. Потому что твоя одежда это всегда сообщение. Твое тело это куда более сильное сообщение, чем какая-либо одежда. Вот это должны все понимать. Это очень просто. Это написано на первой странице в любом учебнике по истории перформанса. У меня есть два самых больших, две самых больших фобии в жизни. Одна это вертиго, то есть боязнь высоты. И вторая это клаустрофобия. Мне очень страшно находиться в замкнутых пространствах. Меня трясет, у меня начинаются панические атаки и так далее. Поэтому человек, который занимается перформансом, он разбирается со своими страхами, фобиями и прочими проблемами. Работа под названием «Подкидыш» занимается тем, что подбрасывает произведение перформанса туда, где его не ждут и тем, кому оно категорически не нужно или даже противопоказано. Я сделал эту работу в Венеции, потому что Франсуа Пино на ужин, который я подкинулся, с презрением относится к перформансу. Это все знают. И не дает Каролина Дуржуа своей кураторше покупать произведения, относящиеся к перформансу и так далее. Это был самый первый подкидыш, он сработал идеально. Меня подбросили в ящики на ужин. Охрана офигела от того, что шла красивая девушка, которая сказала, все раступитесь, это художник, его несут, срочно все раступитесь. Охрана раступилась, меня внесли, бросили к Франсуа Пино, к его ногам. И дальше 20 минут заняло охрана сообразить, что со мной делать. Вызвали полицию, полиция вскрыла ящик, и через час все было готово. Меня отпустили, никто меня никуда не задержал и так далее. И в этот момент все защелкало. Я посмотрел на свою Аню и думаю, боже, она же вылитая Анхетова, и сейчас нас пустят. Она сядет, приоткроет окно, мы вызовем Uber SUV, на таких машинах все звезды приезжают. Мы зарядились с ящиком в багажник, Аня приоткрыла окно в своем изобрундовом платье, принялась вот так махать рукой. Водитель Uber сказал, меня покажут по телевизору? Конечно, покажут. В этот момент меня заправили в ящик, багажник закрылся, и мы поехали. И я в этот момент молился всем богам, чтобы просто нас пропустили, и коп, который стоял на въезде, где пропускал все машины. И в этот момент оказалось, что он посмотрел на Аню, и тут ванаты отвечают, «Энн, Энн, смайл ты вас, смайл ты вас!» И она такая, типа, окно чуть полуприоткрыто, рядом с ней сидит мой друг, перформанс-артист Александр Лайл, который единственный не сбежал. Все остальные испугались, все восемь человек, которые подтвердились, сказали, «Феть, извини, там столько полиции, мы не пойдем». Я боюсь потерять визу, я боюсь потерять работу. Чувак, мой друг из ООН, сказал, что его вообще за такое выгонят. Хотя все сначала согласились. И в момент, когда этот человек посмотрел на Аню, он сказал, «Да, О, ОК, я знаю ее, it's no worry, she doesn't have an invite». И мы проехали. Дальше открывается багажник, меня вынимают, бросают на красную дорожку, и Аня в этот момент, такая, типа, «Ан Хэтэвэй». Они все смотрят в списках, ее нет в списках, Анна Вентуру ее не пригласила, какой скандал, что сейчас будет? И она такая говорит, «О, I have to go», и уходит. Ящик остается. Ну вот, эта работа построила себя сама. На этой работе. Работа посвящена смерти. И тому, и телу, с которым мы рано или поздно расстанемся все. Она была придумана в, не помню, в каком году, в 2010, наверное, и я долго не мог на нее решиться. Вот. И таким поводом, чтобы на нее решиться, стала смерть одной хорошей знакомой. Наверное, Федя ее тоже знал. Это Оля Лопухова. Вот. И которая ушла очень неожиданно из жизни. в достаточно раннем возрасте. Как бы, суть работы в том, что на тело, как, не знаю, опять же, бритая, голая, как в больнице или в морге. и на него нанесены названия всевозможных человеческих болезней. Причем, что названия этих болезней совпадают с теми местами, где либо проявляются симптомы, либо болезни зарождаются. То есть, тут был привлечен медик, который, собственно, да, название выполнено на латыни. Опять же, отсыл к медицине. Вот. То есть, и это перебарывание внутри себя принять то, что с тобой может случиться. Это некое единичный жест, единичное переживание, которое, когда ты его повторяешь, оно теряет всякий смысл. Ну, как правило, я тоже повторяю некоторые работы, я понимал, что это ошибка и что этого нельзя делать. Эта карусель была про беременность. Здесь тоже было 9 художников, 9 дней, 9 часов. И каждый художник совершил определенное высказание на тему, как мужчина не может забеременеть, как женщина тоже этого не может иногда. И, ну, в общем, конечно же, тема является лишь поводом к разговору, когда 9 художников оказываются за стеной друг от друга, и каждый из них... И Андрей там абсолютно прав, потому что я верю только в то искусство, которое является трагедией или цирком. В другой никакой не верю. Мой опыт в Нью-Йорке именно это. То есть, я же совершенно у меня огромное, может быть, вот Андрей и Оля и другие люди, которыми я по-настоящему восхищаюсь, они много разговаривают с кураторами, с людьми, которые занимаются теорией. Я живу в вакууме, я разговариваю сам с собой. Это очень плохо, возможно, это со временем изменится, но мне даже никто не может помочь сделать вывод туда, куда я двигаюсь, это правильно или нет. я заметил, что меня стали меньше ненавидеть в России сегодня и что вдруг кураторы, которые я думал, что меня вообще считают чмом, мне звонят и говорят, отдай нам работу в выставку, вдруг ни с того, ни с сего. Вот это они сейчас. Вот. И то есть удивительное рядом, но вдруг, неожиданно, я получаю какой-то признак того, что то, что я делаю, это, возможно, не совсем моя какая-то собственная блаши. Вы все равно существуете, живете в социуме. Вам важно признание аудитории, видите, когда это одна, это одна, люди, чтобы вас видеть, чем больше людей вас увидят в вашу работу, тем лучше и быть им понятным. В этом плане вот твоя работа по кругу, мне кажется, она настолько, когда я прочитала, поняла, о чем я решила, моя самая любимая. Да, я поняла, для кого это, в общем, это все, вот о всех сидящих здесь. Но, когда ты это делаешь, ты имеешь в виду, чтобы это дошло до всех, 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 и всем было понятно? Когда я делаю, нет, я это не имею в виду. Когда я что-то придумываю, иногда я это имею в виду, но это это не стремление показать свою работу как можно большему количеству людей, это просто сделать работу таким образом, чтобы люди, когда ее увидят, чтобы они почувствовали то, что ты чувствовал и поняли то, о чем ты говоришь. живопись, фотографии, никакие другие жанры так не умеют, ни театр, ни опера, ничто. Перформансы это умеют. Вот Андрей это сделал очень четко. Я думаю, что какая-то живопись и какая-то фотография какой-то, что что-то умеет, но действительно, это мощный, мощный жанр и мощное воздействие. И то, о чем я говорил, собственно, вообще смысл искусства, это вот показать некую правду, некий смысл, который за нашей повседневной жизнью не виден, но который пронизывает на самом деле, который конечен в конечном итоге. Я все равно считал, что искусство важнее всего, так был воспитан, но, к сожалению, часто жизнь не дает тебе в полной мере заниматься чем ты хочешь. И я что-то делал в свободное от основной работы время, но меня это совершенно, ну как бы я не хотел это показывать. Но в какой-то момент жизнь пришла, опять же, Федя говорил про некий жизненный кризис. Как бы действительно кризис толкает человека, когда ему становится уже все равно, когда он перебарывает свои страхи, и он идет и кричит о том, что ему плохо, ему больно, и он считает, и я считаю, что действительно многие чувствуют то же самое, только боятся об этом сказать. Вот. И эти работы, которые первые были придуманы, такие как там усталость вынос масса, еще что-то, они довольно плакатны, и они рассчитаны были на то, что люди их увидят, их услышат, и что я, у меня появятся какие-то люди, с которыми я еще могу говорить, кроме своего очень близкого круга, которого мне не хватало на тот момент. И вот, говоря о том, как мы добиваемся понимания со стороны массовой аудитории, я опять вернусь к Пете Павленскому, потому что считаю, что он тот, кто добился до умов людей, которые никогда в жизни ни до, ни после про перформанс больше не услышат. Потому что все эти люди, которые сегодня пишут в сетях комментарии под работами Андрея, если вдруг работа Андрея попадает в массовое поле, под моим этим несчастным подкидышем, под которым все русские люди на сайте Комсомольской Правды, МК, там какого-то Супер.ру, Лайф. Ньюз, не знаю, все написали, что он не в психбольнице, как хорошо, что они его там арестовали, вот пусть они там себе его навсегда оставят, этого больного, да бля, там и так далее, ну всякие разные. Вот, и понятно, что тысячи этих комментариев это как раз те самые люди, в которых удалось засунуть это семя. Самое первое, ну, которое было в этих видео, в 13-го года, когда ты прошел по кругу по МКАДу, решили, что она не такая популярная и не такая понятная народу. Потому что это, это высказывание и это жест, и ему я верю. Он прошел весь МКАД, 109 километров за раз вокруг Москвы. Это true. Ну, как бы, я это понимаю, я это чувствую, это жест, это не надо повторять, это нельзя сделать Сан-Пау, нельзя это сделать еще что-то, еще где-то. Вот эта работа 13-го года, Федина, я считаю ее честной, потому что она не связана, опять же, она внеинституциональна, она не театральна, ни разу. А то, что уже организовано с классной съемкой, с какими-то конструкциями, с кучей публики, я не верю. У меня нету ощущения жеста. Со стороны галерей, со стороны коллекционеров, как продавать перформанс? Ну, продается документация. Ну, я не знаю, это вообще, ну, для меня это вообще не тема, это не интересный разговор. Вот. Это продается, да, это продается. А что касается меня, то я просто понял в какой-то момент, что, ну, ни одна галерея, например, не сможет меня продавать, так как смогу продавать себя я сам, потому что я пришел из продаж. Я всю свою жизнь, со своих 15 лет продавал что-то. Вот. И, в принципе, что, я себя, что ли, не продам, да? Уже довольно много красивых пейзажей, а людей не хватает. И вот надо опять, надо идти, врачи, надо идти, блин, неохота с ментами вступать. У меня была идея, очень хорошее место заняли, Владимира воткнули туда. Вот красивая точка была. Там не успел точно, там прям вот так сразу бы пришли. Я один раз пытался постоять на поставите на Лубянке, там австрийское телевидение, фильм снимал, говорит, ну что вы сделаете в городе, что вы сделаете? Я говорю, а там как раз Павленского только посадили. Я говорю, ну пойдемте на Лубянку. Мы там только встали, они камеры посадили. Тут же с трех сторон движутся такие люди в штатском. Ребят, пошли пока, а то в австрийское телевидение вас могут депортировать. Нет, но у меня получилось напротив Биг Бенова в Лондоне. В Лондоне тогда, в Лондоне тогда. Ну опять же, она не про эту работу, она была бы интереснее. Это такие тонкие моменты, да, что если бы вот эти пейзажи совпадали с графикой абсолютно, но как акция импровизационная часто, поэтому это не получается. Но задача есть сделать 99 и больше никогда не повторять. Вот, но нет определенного, что раз в год я делаю или что-то, всегда это какая-то импровизация. То есть куда-то зовут, где-то это в рамках перформы, в рамках какого-нибудь фестиваля, где-то это, просто на природе или в городе, неважно, импровизация. Я еще очень хочу поблагодарить Юрата и нашего, и нашего инфопартнера журнала InStyle, потому что я очень благодарна за, не просто за сотрудничество, за то, что мы соратники, за то, что они разделяют наши интересы и искренне, действительно, создают смысл и делают такие по содержанию качественные, интересные вещи. И вот я очень в большом восторге от всего того, что произошло и так победим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...